Очередной смертельный случай на комбинате Азовсталь. На этот раз погиб 23-летний парень, помощник машиниста, его придавило вагоном. Это далеко не первый смертельный случай за последний год. Были отравления, были травмы, были смерти. Лично для меня наиболее вопиющий случай это история Юлии Диковой, которая в августе 2017 года в буквальном смысле сварилась в бойлерной. И никто не понес за эту ужасную смерть никакого наказания. Руководство комбинатов тоже обвинило, как и всегда, погибшую в нарушении техники безопасности. Но мы-то понимаем, что все было на самом деле не так. Вообще для руководства комбинатов отговорка эта о том, что погибшие не выполняли технику безопасности является дежурной отговоркой. Они никак не хотят признавать то, что комбинаты нуждаются в модернизации. И эту модернизацию никто на самом деле не делает. Именно поэтому старое оборудование, которое имеет срок эксплуатации, выходя из этого срока, амортизируясь, просто становится опасным для жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть вот эти видео. Мы видим, что тотальный износ основных фондов и отсутствие модернизации в принципе делает пребывание в цеху небезопасным. Вы можете досконально изучить правила и соблюдать их от А до Я, но это вообще не поможет вам, когда вы будете лететь с 10-метровой высоты, к примеру. Или когда на вас упадет плита или кран, вряд ли вас спасет каска или очки. Вы можете ответственно подходить к ношению респиратора, но и это не поможет вам в случае утечки доменного газа, что случается на предприятиях Ахметова довольно часто. Вот такие случаи, как на этих видео, на комбинатах происходят постоянно и повсеместно. При этом у Ахметова всегда находится армия защитников. И кто вы думаете наиболее рьяно защищает Ахметова? Юристы СКМ? Топ-менеджмент Мединвеста? Вы удивитесь, но это даже не Ахметовский мэр Вадим Бойченко. Наиболее рьяно защищают Ахметова те самые металлурги, которыми суждено десятками в год умирать на предприятиях. Конечно, бывают исключения и среди работников комбинатов немало людей, которые так или иначе пытаются защищать свои права. Есть даже те, которые выходят на антиахметовские митинги. Но, к сожалению, подавляющее большинство работников комбинатов молчат или же достаточно агрессивно реагируют на любую критику в их адрес, в адрес комбинатов, которые их и убивают. И это очень печально. Наиболее цинично выглядят комментарии и мнения металлургов о своих же погибших братьях и сестрах, когда они пишут, что, ну вот, мол, он не выполнял технику безопасности, за что я поплатился. Вы же, ребята, прекрасно знаете, что там происходит по ту сторону. И при этом продолжаете повторять эту глупую мантру. Смертность на комбинатах Ахметова скоро можно будет сравнить со смертностью на передовой. Боевые потери в СУ, наверное, скоро сравняются с боевыми потерями металлургов на комбинатах Ахметова. Когда вы идете на работу, вы не можете точно знать, вернетесь вы сегодня или нет. Вернетесь вы с рукой или без нее, покалеченными или нет. И при этом большинство молчит, а некоторые даже агрессивно защищают своих кормильцев, как они их называют. Хотя на самом деле кормильцы уже давно превратились в убийц. И вместо того, чтобы объединиться с теми, кто выступает против монополизации Мариуполя и против экологического геноцида, многие металлурги продолжают защищать кормильцев-убийц. Это неправильно. И на всем этом фоне у меня всего лишь один вопрос. Сколько еще должно погибнуть металлургов на комбинатах Ахметова, чтобы работники заводов наконец воспользовались своим конституционным правом на страйк и применили на практике статью 44 Конституции Украины? Для меня и для всех моих соратников этот вопрос остается все еще открытым. Субтитры сделал DimaTorzok